Всем приветик! Сегодня хочу вам показать две интересные штуки, которые подходят для съемки маникюра и других каких-то интересных кадров. Но в данном случае я приобретала это для съемки маникюра и это макролинзы. Сегодня я хочу показать вам две макролинзы, которые я купила в разное время. Вот эту купила я пораньше, вот эту купила немного побольше. Причем, когда покупала вот эту линзу, то я думала, что надо было сразу заказывать вот именно эту. Но потом все-таки мои выводы поменялись, почему расскажу дальше. Итак, давайте посмотрим наконец-то подробнее и поближе. На одну из линз я оставлю вам ссылочку, на вторую не оставлю, потому что приобретала ее просто в магазинчике и не заказывала нигде. Итак, вот такая первая маленькая макролинза, которую я взяла себе для подробной съемки маникюра, а именно что касается кутикулы, чтобы можно было вам поближе и поподробнее все показать. Вот такой коробочке она прямо и продавалась, здесь все подробно написано. Вот здесь у нас есть линза рыбий глаз, макро и еще какая-то, я не знаю что это, но я взяла чисто из-за макро, вот этой средней. Дальше у нас нарисовано, как что, куда крепить на этой коробке и как крепить на сам телефон. Линза эта крепится к телефону. Вот здесь у нас идет три вот таких линзы. Давайте посмотрим поближе эту линзу и, конечно же, я вам вставлю подробные кадры, как смотрится, как работает эта линза. Так, у меня все уже тут вываливается. Вот еще вот такие блистерные упаковочки запакованы. Вот здесь две линзы и вот здесь одна одета уже макро, вот сюда одета отдельно. Подробно все линзы в фотографии я, наверное, не буду вам показывать, покажу только именно макросъемку, так как меня интересовала только макросъемка именно для ногтей, для фотографии ногтей или для видео самой кутикулы. Вот такие линзочки. Здесь еще шел вот такой в комплекте чехол тканевый. Можно и удобно носить эту линзу, помещать вот сюда, в этот чехол. То есть, как бы такая небольшая, но все-таки защита есть и аккуратнее, и пыль, какая-то влага не будет попадать и не будет царапаться наша сама линза. Вот здесь у меня уже одета линза. Вот здесь я вам вставлю отдельное видео со съемкой под макро. Именно близко-близко. В чем плюс этой линзы? Это плюс в том, что именно вот этой линзой можно снимать очень близко-близко. И каждую подробность под кутикулой, каждую шелушечку, каждую какую-то деталь, каждую мелкую кожу можно показать подробно, сфотографировать, либо снять на видео. Но есть небольшой минус, а может быть и большой кому-то это будет, это то, что вот эту линзу нужно держать вообще вот так вот впритык к самому пальчику. То есть вы надели ее на телефон и нужно держать прямо вот так впритык, близко-близко, очень близко. То есть снимать видео не очень удобно. Фото, конечно, можно снять, а видео не очень удобно. Чтобы получилось более качественное фото, нужно телефон где-то зафиксировать на штативе или поставить куда-то. Иначе при шевелении, при дрожании фотография будет размытая. Таким образом скручивается сама линзочка. И мы можем менять, ставить другую линзу, которая нам нужна. Допустим, вот рыбий глаз. Вот так вот все вкручивается. И здесь есть у нас заглушечка. Вот такая тоже защитная заглушка, чтобы не повредить линзу. Вот это у нас эффект рыбьего глаза. Честно, этот эффект меня не сильно интересовал. Может, кому-то это нужно, но мне это не было нужным. Возможно, позже и буду пользоваться такой штукой. Напишите в комментариях, как вам такая штука эффект нравится или не нравится. И есть еще какая-то там третья линзочка. Вот именно в этой маленькой линзе вот такая. Что здесь за линза? Я честно даже не знаю. А, ну да, походу, вот эта линза работает вместе с макро. Или вот это рыбий глаз. А та не рыбий глаз. Сейчас я протестирую это все походу. Да, вот это рыбий глаз. В общем, вот здесь на коробке у нас нарисовано. Первое рыбий глаз, второе макро и третье. Если какая-то съемка, кто разбирается в съемке, тот поймет. Но меня, повторюсь, интересовала именно макро. И здесь также есть заглушка. Цена этой линзы совсем бюджетная. Честно, даже не припомню, за сколько я ее точно купила. Но это чуть больше доллара. Где-то так в районе 40 гривен. Где-то примерно так. Дальше я хочу показать вам вторую линзу. И сделать небольшое сравнение этих линз. Вторая линза у меня пришла с Алиэкспресс. Ссылку я вам оставлю в описании. И здесь большая, очень большая линза. Которую я решила купить уже после того, как купила маленькую. На тот момент, когда я купила маленькую линзу. Вот эту манипусенькую. Я думала, что мне, наверное, лучше бы подошла большая линза. И лучше бы я заказала вот эту большую сразу. Но потом, когда пришла большая линза, я поняла, что мне нужно именно вот эти две линзы. Почему-то я думала, что вот эта линза может заменить маленькую линзу. Но потом все-таки я попробовала снять и на ту линзу, и на эту линзу. И я поняла, что съемка получается совсем разная. И чтобы сделать разные кадры, то понадобятся обе вот эти линзы. Итак, достаю, наконец-то, большую уже линзу и показываю вам. Здесь вот такой очень большой клипса. Вот это зажим. По сравнению с вот этой маленькой. Посмотрите, она вообще крошечная, крошечная. В чем отличие то, что это большая, это маленькая. И еще вот здесь на большой очень мягкая такая клипса. А здесь очень тугая. Посмотрите, с каким усилием я это все нажимаю. А здесь мягенькая, очень хорошо нажимается. Дальше достаем линзочки. И да, сразу первое, что бросается в глаза, это вот такой чехол здесь был. Если здесь у нас тканевый такой, да, простенький чехол, то здесь типа кожаный. Но почему-то мне тканевый чехол понравился больше. За счет того, что когда вот мы ниточки натягиваем, он хорошо фиксируется и все там держится, не высыпается. То здесь я все вот это затягиваю, но все равно обратно распускается, расходится. То есть оно может просто-напросто оттуда что-то вывалиться. Ну а линза это, для линзы это опасно, потому что она может просто упасть и разбиться или поцарапаться. Так, достаю наконец-то уже линзу. Вот такая здесь большущая линза. Она довольно-таки увесистая, круглая и, как я сказала, большая. За вот эту большую линзу я отдала около 4 долларов. Где-то примерно так. В гривнах вышло у меня где-то 105 гривен в таком районе. В общем, ссылку, как я сказала, вам оставлю в описании на эту линзу. Что касается приобрететь здесь где-то в нашем городе, то эта линза стоит довольно-таки дорого. Очень большая идет наценка. Единственный плюс, что она приходит очень быстро. То есть если вам нужно очень срочно какую-то съемку сделать, то тогда вы можете заказать у себя в городе. Но если вы никуда не спешите, то экономнее и бюджетнее будет, конечно, заказать эту линзу на Алиэкспресс. Есть они разные. Там по параметрам, по увеличению смотрим 12х, там 15х. Но здесь, по-моему, 12,5. В принципе, я уже попробовала. Мне хватает и этого. С девочкой одной знакомой я также общалась. И она использовала линзу, которая стоит в районе 300 гривен. И она сказала, что ее линза захватывает 3 пальчика. Вот эта линза также при фотосъемке захватывает где-то 3 пальчика четко. Четвертый идет размытый. Итак, давайте смотрим уже на эту линзу. Здесь также две заглушки. Вот уже кручу, верчу я эту линзу. Две таких резиновых заглушки, как на маленьких. Это также большие плюсы. Мы закрываем наше стекло. Не маться им ничего. Вот здесь у меня уже есть отпечаток. И рисунок не будет таким четким. И ничего не будет царапаться. Открываю уже вот одна заглушка. И вторая. Вот здесь написано 0,45х. Макро. В общем, кто разбирается, тот поймет. Я, собственно, в этих увеличениях не разбираюсь. Мне нужна была именно вот эта макро. И я взяла более-менее бюджетную такую. Хотелось взять подешевле. Пока не хотелось отдавать много денег за эту линзу. Если понравится, почитаю отзывы по поводу других параметров. Возможно, возьму еще другую. Если возьму, обязательно вам покажу также. Итак, здесь всего две линзы. Там три. А здесь две. Одна у нас рыбий глаз. Вторая макро. То есть, нужно снимать вместе. Отделить там нельзя. Как на вот этих двух. Здесь также две макро. И для рыбьего глаза прикручивается линзочка. И здесь также точно. То есть, отдельно вот эту большую половинку я прикрепить не могу на клипсу. А могу только вместе две. Либо отдельно вот эту макро. Закручиваем. И прикручиваем вот эту клипсу. Дальше это все одеваем на телефон. Вот здесь у нас будет камера. А вот это у нас сам объектив съемки. Вот так одели. И снимаем. Чтобы получить макро, откручиваем вот этот рыбий глаз большую. Открутила это все. И сразу одела заглушку. И вот такая у нас получается макро линза. Она по размеру получается потоньше и поменьше. Здесь пошире. Ну, по сравнению с вот этой вот, если вместе. Здесь, в отличие от вот этой маленькой линзы, съемка идет немножко дальше. Примерно около 5 сантиметров расстояние от вашей руки, от ноготков, от объекта, который вы собираетесь снимать, фотографировать, либо видео снимать. Захват, как я уже сказала, три ноготка захвачивает. И сейчас я вам, наверное, вставлю также кадры поближе, как она снимает. И то, о чем я вам говорила, что я думала, что мне нужна только вот эта линза, то я все-таки ошибалась, потому что мне нужно две линзы. Вот, хоть вот эта и крутая большая линза, она захватывает три пальца, и она может показать подробно красиво ваш дизайн, то именно под кутикулой она не покажет, так как та маленькая, вот эта малюсенькая макролинза, потому что мы ее подносим очень близко-близко к нашему ноготочку, к нашей кутикуле. И там видно на близком расстоянии самые мельчайшие детали, которые вы хотите показать, рассказать подробно, что вам нужно объяснить на видео или на фото. То вот эта большая, она больше снимает, приближает на большем расстоянии, и это больше как бы с дизайном уже показать. А вот именно, что происходит под кутикулой, то так сильно подробно, наверное, даже и не покажет. Очень классная вещь, если вы снимаете какие-то мастер-классы. Ну и, честно, на природе также вставлю вам фотки природы. Это очень красиво смотрится, в каких-то деталях что-то снять. Очень офигенные фотографии получаются. И на этом сегодня все. Если остались какие-то вопросы, пишите комментарии, ставьте лайк, если видео понравилось, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.